Когда взираю я То, что есть человек, что ты так ценишь его И обращаешь на него внимание твое Исаак Мьютон, Михаил Ломоносов, Уильям Шекспир, Авраам Линкольн, Александр Пушкин, Иоганн Себастьян Бах, Мать Тереза, Николай Васильевич Гоголь, Богдан Хмельницкий Ценность жизни этих людей ни у кого не вызывает сомнений Но кто устанавливает цену этих жизней? И кто может предузнать судьбу брошенных детей? И сирот, оставшихся без родителей Неужели Бог забыл их? Интернаты вообще не имеют права на существование Как форма воспитания детей-сирот В стране от 100 до 500 тысяч бездомных детей Это колоссальное количество Это колоссальная проблема для государства Это колоссальная проблема для семьи Люди много любят кошечек, собак К примеру, с улицы подбирают Я часто так задумываюсь, думаю Так, ее выглаживают, выпают и выкармливают Нашли эту девочку Возле мусорных бочков Всю в овшах Полностью в чесотке С двухсторонним воспалением легких Грязную все Ей на тот момент было Два года Мир, он жесток И я там Там другие правила Правила выжить Правила отбить Правила отстоять Но вот той милости И любви ее нигде нельзя Найти в этом мире С нами жил мальчик с детдома Знаете, ему было 7 лет Он умел читать И мне было так его жало Когда слез Этот ребенок Он был Как бы Никому не нужен Я как-то хотела Даже Ходила в больницу И хотела Брать его себе На выходные Вижу, что он был Немножко Он нуждался в заботе Он нуждался Как бы в тепле Он нуждался В чем-то даже В каких-то подарках Потому что Ему ничего не приносило Самая большая беда Этих детей Это то, что они одинокие Даже если женщина Забудет грудное дитя свое То я Не забуду тебя У меня пришло в сердце Желание Как-то помочь этой девочке Мой муж Он взял 3 детей Господи Как я ему сейчас скажу Что Давай еще 4 Тем более 2 годика Столько внимания надо Это маленький ребенок Который Ну кто ее возьмет У нее Ну один глазик травмирован Берут красивых детей Берут детей полноценных Здоровых Там Что все было в порядке Вот И в моем сердце Вот этот вопрос Когда я прихожу домой Вдруг мой Сережа Люда говорит Люда А что нам мешает Взять Леночку Я на нее смотрю Говорю Ты хочешь Он говорит Ну посмотри Троих мы подняли Неужели она с нами Не вырастет В это время В это время У нас еще был недостаток В семье Мы еще не могли питаться Как положено Вот Но я так была счастлива Что он ответил Я просто благодарила Бога То есть даже не я начала этот разговор Он Вот Ну на сегодняшний день Это моя дочь Это ребенок Который я очень люблю Это дитя Которое чувствует Когда Дети жилу Она молится И она обрела Сразу большую семью Мальчики мои Очень любят ее Они С рукой Они спускали Сестричка Сестричка Но ты мой брат Я благодарю Бога Что Бог сохранил ее Сохранил Полностью Как девочку Как ребенка Потому что сколько насилия над детьми Сколько изверств Издевательств Но Бог ее сохранил Кто примет Одного из таких детей Во имя мое Тот меня принимает Когда я взял Оформлять Значит Документы Мои знакомые Говорили Что ты делаешь Это уже инвалид Ты посмотри В него Эпикризис История У него нарушена Центральная Нервная система Там масса была Болячек Он брошенный был Его мать бросила Прямо На В роддоме Она не подошла Она отказов Писала И больше К нему И не буду претензий Пусть его забирают Кто хочет И Когда мне говорили Что ты делаешь То Я говорил Мне Бог положил На сердце И то что Бог положил Мне на сердце Я хочу Осуществить Мы совершили в церкви Молитву Селе Помазанием С таинством И Через две недели Я попросил В одном городе Специалистов Докторов Чтобы Они обследовали И чтобы я знал Что нужно Какие медикаменты Для лечения Доктора Доктора Отозвали Ся Очень Дружелюбно И Они Все взяли Анализы Его Крутили Вертели Его Они вызывают И говорят Вы знаете Вам очень Хороший мальчик Попался И он Он сказал О себе Свидетельство О том Что Я Я усыновил Детей Да Вот у нас Семья Большая О том Что Ну не бойтесь Усыновлять Что Есть эти дети Они нуждаются Ждут Папу И маму Я услышал Его И меня коснулся Бог Бог дает Ребенка Когда мы Его рождаем А почему Если мы берем Его Сознательно Почему Не Бог Дает Если Христос Божий Сын Правильно А Бог Нас Усыновил Мы же Не думаем Почему Мы Не его Дети Обычно Люди Берут Детей Чтобы Были Похожи На Них Светленькие Хотят Светленькие Голубоглазые Хотят Голубоглазых Вот Я подумала У нас Не так Много Темнокожих Украинцев Которые Хотели Бы Взять Себя Темнокожих И Ну Вообще Это Все Дети Прекрасные Бог Есть Первый Усыновитель И Первый Пример Для Нас Он Избрал Нас В Нем Прежде Создания Мира Предопределив Усыновить Нас Себе Через Иисуса Христа Красота Внутрешняя Проявляется Уже Их Они Светятся Тоди Потому Что За Эми Грязными Мордашками Там Теплота Ховается Любовь Ко Они Готовы Теж Потом Отдавать Иншим Ну Трудности Конечно Были В первое Время Когда Все С разными Характерами Пришли В одну Семью Я Будь Посоветовала Не думать А брать Просто Этих Детей На самом Деле Потому Что Это Большое Дело И Мы Несмотря На То Что Очень Сильно Иногда Устаешь И Просто Валишься С ног Но В то же Время Ты Чувствуешь Такое Большое Удовлетворение Внутри И Чувствуешь Счастье Что Вокруг Тебя Столько Ты Можешь Сделать Вокруг Себя Столько Счастливых Людей Подошел К жене И Предложил Ей Давай Усыновим Вот Она Наотрез Отказалась Никогда У меня Не возникало Такой Мысли Усыновить Ребенка Чужого Муж Такую Идею Мне Подал Просто Сказал Может быть Нам Усыновить Рома У нас Уже Вырос Сейчас Я думаю Что Господь Дал Мне То Чего Я Принципе Просил Я могу Учиться С ним Читать Учиться Писать Считать Читать С ним Библию Потому Что Вы Не Приняли Духа Рабства Чтобы Опять Жить В страхе Но Приняли Духа Усыновления Которым Взываем Авва Отче Пишли С дитками Попрощаешься Да Всем Пока Кирюшка Махай Помахай Кирюшка Махай Все Дети Красиво Махай 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 ПЕСНЯ Отче наш, Отче, Отец, Папочка.